Всем здравия! На Народном славянском радио программа пространства женщины. Сегодня в нашей программе мы будем учиться с вами выпекать бездрожжевой хлеб. И поможет нам в этом моя собеседница, мастерица по народно-традиционной кукле, хлебопекарь с многолетним стажем Наталья Задонская. Здравия, Наталья! Здравствуй, Леночка! Здравствуй, пространство женщины, моя любимая передача. И я приветствую всех телезрителей Народного славянского радио. Мы действительно сегодня будем печь хлеб. Хлеб необычный, такой хлеб, который пекли наши предки, наши бабушки и дедушки. И для того, чтобы испечь хлеб, нам нужна будет посуда для того, чтобы замесить тесто, баночка, ложка, вода, мука пшеничная и немножко муки пшеничной, ржаная, потому что мы сегодня будем печь хлеб ржаной. Также нам нужна будет соль, масло подсолнечное, рыжиковое, оливковое. Ну, какое у хозяйки будет, какое она больше любит масло. Масло сливочное. Также нам нужны будут орешки, семечки. То, что вот хозяйка хочет положить в свой хлеб. Может быть, кунжут. В кунжуте ведь находится большое количество кальция, поэтому можно смело положить кунжут. Также для украшения хлеба мы сегодня будем использовать овсяные хлопья. Наталья, я не вижу сахара здесь. Он нужен? Ну, это уже как любит каждая хозяйка, как привыкли в семье. Я люблю хлеб печь, только добавляя туда соль. А также можно добавить... Ну, вместо сахара я всё-таки люблю больше добавлять мёд. Просто мёд можно развести в воде и вот эту сладкую воду добавить в хлеб. И хлеб тоже получается... Вот когда добавляешь мёд, хлеб получается очень необычный. Вкус у него не нравится. Хлеб тоже, когда добавляется мёд. Но больше в последнее время я привыкла печь простой хлеб. То есть, туда добавляют наименьшее количество ингредиентов. А так, пожалуйста, можно добавить туда травы, укроп, петрушку. Вот сейчас весной будет сныть. Это, наверное, она из королев трав, потому что там находится очень большое количество таких питательных веществ. Можно добавить смело в хлеб. Ну, я надеюсь, что наши слушатели и зрители приготовили все ингредиенты. Приступаем? Да, приступаем. Будем заниматься волшебством на кухне. Печь хлеб. Главное в хлебе – это закваска. Для того, чтобы сделать закваску, нам нужна тёплая вода и ржаная мука. В пустую банку мы добавляем воды. Где-то одну четверть баночки. Если для себя, то немножко. Если мы ещё для своих близких и родных, можно сделать побольше закваски. И добавляем муку. Муку добавляем ржаную. Будем печь ржаной хлеб и добавляем ржаную муку. Размешиваем хорошо. Консистенция какая должна быть? Такая густая сметанка. Вот она у нас должна получиться густой сметанкой. Вот, хорошенечко размешиваем. Ещё добавляем. Сейчас я покажу, какая должна быть закваска. Вот такая. Ау, и она у неё уже пузыри привелись. Видишь, какая она. Мука хорошая. Мука хорошая. Доброжелательная атмосфера в пространстве женщины. Поэтому закваска получается сразу активная. И все говорили, что можно что-то пошептать. Да, обязательно. Но без этого невозможно сделать закваску. Вообще женщина всегда должна быть волшебницей. И всегда наговаривать что-то, желать обязательно своим близким, любимым добра, счастья. Да, кто смотрит это видео тоже. Да, хорошего настроения. Ну, что ещё, Лёночка, пожелаем? Удачи, благополучия, здоровья, любви, света. Вот видишь, как у нас с тобой обычно женщины всегда, когда делали что-то, они ещё пели, читали молитвы. И вот такая вот у нас получилась сметанка. Вот она у нас уже получается закваска. Мы её взяли, смешали мукой в воду. Вот. И теперь мы берём нашу закваску. Накрываем обязательно салфеточкой, не крышкой. Потому что закваска у нас живая. Там кисломолочные бактерии будут образовываться. Поэтому им обязательно нужен будет кислород. И обязательно поэтому нужно закрыть какой-то тканью, льняной салфеточкой. И эту закваску поставить в тёплое место. Нам можно поставить на солнышко, чтобы бактерии начали работать. Они любят тепло. И закваска наша будет закисать. Но обычно она где-то закисает дня 4. Ну, вот мы поставили сегодня. На следующий день пусть она у нас там отдыхает. А вот через день мы уже берём нашу баночку, открываем салфеточку, добавляем чуть-чуть водички. Потому что когда кисломолочные бактерии начинают работать, закваска становится... Вот через день она становится немножко жидкой. Мы опять добавляем водички. Вот чуть-чуть там посмотрим. Ну, чуть-чуть где-то водички. И опять нашу баночку добавляем чуть-чуть муки. И чтобы опять закваска... Мы покормить должны наши бактерии. Это через 4 дня, да? Нет, через день. Да, через день. Мы сделали закваску, поставили её, накрыли салфеточкой. И день она у нас там сутки стоит. На второй день мы взяли банку, добавили чуть-чуть, подкормили, добавили водички, подкормили её. Опять же хорошо размешали. Накрыли салфеточкой. И поставили опять в тёплое место. Уже на 4. На 3. Да, на 3 день мы тоже можем добавить воды и добавить муки. И на 4 добавляем чуть-чуть водички и добавляем муки, чтобы у нас всегда была такая густая сметанка. И закваска у нас готова, когда появляются пузырьки и появляется кислый запах. Вот появился кислый запах, закваска готова. Всё, тогда мы можем брать нашу закваску. Опять же накрываем её салфеточкой тканевой льняной и кладём её, ставим уже в холодильник. Там она у нас будет жить. После приготовления закваски нам нужно сделать опару. Для опары нам будет нужна тёплая вода, соль, ржаная мука и, конечно же, наша закваска. Мы берём в чашку, добавляем закваску. Я обычно вот где-то беру половину, добавляю той закваски, которая у меня есть в банке. Добавляю два стакана тёплой водички, но при этом я воду кладу, вот в стаканчик с водой кладу одну ложечку соли. Хорошо размешиваю. А сахар нужен? Сахар нужен? Сейчас. Вот я сейчас добавила соль. Можно добавить сахар. Но это уже по вкусу. Я вот люблю просто добавить только соль. А иногда, некоторые же любят более сладкий хлеб. Можно добавить соль, а можно добавить мёд. Тоже с мёдом получается очень вкусный хлеб. Вот такой привкус получается очень специфический. Но вот, к сожалению, у меня сейчас вот мёда нету, поэтому добавим, добавлю только соль. Добавляю вторую ложечку соли и размешиваю хорошо в воде и добавляю в нашу тарелку. Получается две кружечки соль, две кружечки воды и на каждую кружечку ложечка соли. Да, чайная ложечка без горки. И сейчас мы будем замешивать нашу опару. Опять добавляем муку и начинаем хорошо размешивать. Здесь важны какие-то опять пропорции? Нет. Каждая хозяйка, она чувствует, она знает, сколько положить. Здесь, в принципе... Опять должна сметанка получать? Да, сметанка получается. Это наша закваска, только в большем объеме. Мы хорошенечко размешиваем комочки. Даже если комочки не размешиваются, не расстраиваемся, потому что мы эту опару оставляем на ночь. Я обычно вечером ставлю опару. И за ночь все комочки, они очень-очень хорошо растворяются. Так вот мы хорошо размешали. Опять же, не забываем, всем плохие мысли мы оставляем за порогом. в голове наше только хорошее. Поэтому, чтобы хлеб у нас получился волшебным, чтобы он лечил, и чтобы... Обращаемся к свету. Да, обращаемся к богам, к свету, любви. Да, просим у богов, чтобы они дали нам хорошее настроение, здоровье, счастье, радость, чтобы хлеб приносил в дом наш. Такую вот замесили опару. Вот такая опара у меня получилась. И эту опару я закрываю салфеточкой и оставляю на ночь. А утром будем уже замешивать хлеб. Для чего мы оставляем на ночь? Потому что моя закваска, она стояла в холодильнике. Там бактерии замерзли, чтобы они ожили и начали работать, чтобы наш хлебушек подошел завтра очень хорошо. Мы поэтому дадим нашей опаре постоять ночь. И завтра утром мы будем замешивать хлеб. Ну а если кто-то будет готовить это с утра или в течение дня, то по часам сколько нужно будет ей постоять? Часа четыре. Можно, наверное, и два постоять. В принципе, это всё зависит... До четырёх часов. Да. Но это зависит от активности закваски. Если закваска старая, то она обычно очень активная. То можно через два часа, смотришь, уже появились пузырьки, и можно уже через два часа там замешивать хлеб. А если закваска вот только недавно сделают, то, конечно, здесь надо, чтобы постояла опара подольше. А так через два часа можно спокойно уже вымешивать хлеб. На самом деле хлеб готовится очень быстро. Рассказывать о нём долго. А так вообще хлеб готовится быстро. Ну, я не знаю. Вот мы засекали. В принципе, хозяйка делает его всего лишь... На хлеб тратится минут 20, не больше. Значит, сейчас мы приготовили опару. Теперь ждём, когда она поднимется. Да. Опара готова. Приступаем к приготовлению хлеба. Для того, чтобы замесить тесто, нужно в нашу опару добавить ржаной муки. Но также, чтобы хлеб был вкуснее, можно добавить любые семечки. А вот здесь вот в моей чашечке семечки подсолнечника, тыквы, кунжута. Можно добавить семечки горчицы, семена горчицы, ну, любые орехи. Хлеб будет от них, от орехов очень вкусный. Вот мы добавляем в нашу опару семечки. Количество тоже по желанию. Да, по желанию. Но, как правило, в хлебе как-то, в общем-то, чем больше положишь орехов и семечек, как бы, он от этого будет вкуснее. И они как-то очень незаметны. Можно добавить также любые специи. Ну-ка, я вот последнее время люблю просто хлеб без всяких специй. Чем больше печёшь хлеб, тем больше мне нравится просто вкус ржаного хлеба. А так можно добавить любые травы, обязательно отруби. Ну, просто я вот сейчас взяла цельнозерновую муку. Вот, там уже как бы предполагается, что есть отруби. А так вообще обязательно нужно добавлять отруби, потому что всё самое питательное, всё самое ценное находится в отрубях. И также мы добавляем ржаную муку. Замешиваем тесто. Хорошенько размешиваем. Так вот. Добавляем муку. Здесь какой густоты должен получиться хлеб уже. Ну, мы сейчас вот, я замешу в чашке хлеб, тесто, да, а потом уже я его буду вымешивать на доске. Вот такой вот. Можно ещё погуще замесить. Сейчас добавим муки. Я вымесила тесто. Теперь мы это тесто сейчас будем вымешивать на доске. Вот у меня здесь доска. На эту доску я высыпаю уже пшеничный хлеб. Потому что... Пшеничную. Муку пшеничную. У пшеничной муки больше клейковина, чем у ржаной. И поэтому, чтобы хлеб получился не такой рассыпчатый, я люблю вот немножечко вымешивать хлеб, немножечко добавить пшеничной муки. Я тесто выкладываю, выкладываю, да? И сейчас начинаю его месить. Так вот, вымешивать. Месим наш хлебушек. В хлеб можно добавить ещё масло. Масло подсолнечное, оливковое, горчичное. Можно просто вот сделать такой хлебушек. У нас хлеб получился. Сейчас мы возьмём форму. Форму обязательно смажем маслом. И поставим наш хлебушек, чтобы он начал подниматься. Ну, поднимается хлеб обычно ржаной долго. Я утром его замешиваю, оставляю в форме и занимаюсь весь день делами. А к вечеру он поднимается, и уже я тогда ставлю его в духовку. Он не должен быть слишком тугим. Нет, нет, не должен быть слишком тугим. Вот отличие, если мы делаем пшеничный хлеб, то там немножечко более крутое тесто. Замешиваем и лучше вымешиваем. Вот помнишь, даже наши бабушки обычно даже его прям бросали, или там били, чтобы хорошо обязательно... Вот пшеничное тесто, оно должно быть обязательно хорошо вымешано. А ржаной хлеб, он вот такой вот нежный, более нежный, более мягкий получается. Форму в любую можно выкладывать? Ну, я люблю стеклянные. Можно чугунные, если у кого есть. Но у меня вот чугунного нет, у меня есть стеклянная форма. Я кладу в стеклянную. Но можно замесить более тогда, вот если хотим просто положить его на противень, то мы замешиваем более крутое тесто и выкладываем уже без формы на противень. Вот у нас форма. Мы смазали её сливочным маслом. Немножко я присыпала мукой, чтобы хлеб не приставал к форме. Беру наш хлебушек и аккуратно его выкладываю в форму. Только сливочным маслом нужно смазывать или можно взять любое масло? Ну, я люблю сливочное. Ну, каждая хозяйка, она для себя решает. Каждая хозяйка печёт пироги. У каждой хозяйки есть свои секреты, своя любовь, наверное, к определённому маслу. Поэтому каждая хозяйка решает сама, как её лучше сделать. И тут можно фантазировать, пробовать. Я люблю сливочное масло. Я смазала форму маслом, положила туда хлеб. И на хлебе обычно всегда я делаю такой крестообразный разрез, такой надрез. Вот такой хлебушек. И потом я его накрываю салфеточкой и оставляю до вечера. То есть хлеб должен подняться, расстояться, чтобы он получился мягкий, пушистый. Ему нужно постоять. А времени сколько? Ну, часов пять он должен постоять. Но когда поднимется в два раза, увеличится объём, то тогда можно уже брать и смело ставить в духовку и выпекать уже хлеб. Прошло пять часов. Наш хлебушек поднялся, расстоялся, увеличился в объёме в несколько раз. И теперь этот хлебушек мы должны поставить в духовку. Но перед тем, как поставить в духовку, мы наш хлебушек украсим. Можно украсить семечками, орехами. Но мы сегодня будем наш хлебушек украшать овсяными хлопьями. Я обычно делаю так. Я поверхность хлеба смачив, сбрызгиваю водой. А потом сюда же бросаю овсяные хлопья на хлебушек. Украшаем хлебушек, чтобы он у нас был красивый. И чтобы овсяные хлопья у нас как бы пристали к хлебушку, я опять сбрызгиваю водой. И вот этот вот хлебушек, уже такой вот украшенный, красивый, я должна поставить в духовку. Но прежде чем поставить хлеб в духовку, я должна духовку нагреть. Я ставлю температуру 190 градусов в духовке. Духовка моя разогревается. И где-то проходит минут 10. И я через 10 минут в тёплую духовку ставлю свой каравай. У нас каравай стоит в печи. Отмечаем, сколько у нас времени. Через 50 где-то минут мы температуру будем уменьшать до 150 градусов. И при этой температуре наш каравай будет стоять где-то ещё полчаса. Прошло полтора часа. Наш дом наполнился ароматом свежеиспечённого хлеба. И вот мы достали наш каравай из духовки. У нас получился такой красивый, ароматный каравай. Вот сейчас мы его достанем из нашей формы и выложим на тарелку. А на тарелочку я положила салфетку. Салфетку, конечно, лучше положить гняную. Для чего мы кладём салфетку? А для того, чтобы завернуть наш каравай, который мы испекли сейчас. Для того, чтобы влага, которая есть в хлебе, она вышла. То есть вот так мы каравай завернули. И оставили этот каравай до следующего дня. Вот влага выйдет. Хлебушек будет более сухой. Он более полезный. Потому что сейчас он на самом деле не очень хорошо есть. Потому что он для желудка плохо переваривается. Леночка, попробуй, какой хлебок. Тепло от него исходит. Такое очень. И самое приятное, да? Держать каравай. Настолько он какой-то, я не знаю. А если бывает вдруг кто-то позабыл, корочка уплотнилась или ещё подгорел немножко. Можно исправить ситуацию? Конечно, можно. У женщины всё можно. Вот взять нашу салфеточку, полотенце и смочить его. Как следует выжать. И вот в эту влажную салфеточку завернуть каравай. И тогда корочка, она будет более мягкая. Но мы следующего дня не будем ждать. Я хочу показать нашим телезрителям, какой у нас получился хлеб. Сейчас мы развернём. И по старой русской традиции. Мы не будем его резать, а мы будем его ломать. Наши детки, они помнят, и у них это всё осталось, ещё есть в генетической памяти, они всегда хлебушек ломают. Горбушечку, да? Да, горбушечку. Ломать. И обязательно ломают. Когда мы ломаем, то мы берём силу всего нашего каравая. Ведь мы туда же заложили всё, наши мысли, образы, добрые, светлые пожелания. Обязательно соль. Да, соль. Чуть-чуть присолить. Ну как же, без соли невозможно. Хлеб и соль. Самое ценное, что есть, было у нас. И всегда мы с гостей встречали хлебом и солью. Это очень вкусно. Получился такой очень приятный вкус с небольшой кислинкой. И мы не добавили сюда ни мёда, ни сахара. Но тем не менее, хлебушка очень вкусный и сладкий. Благодарю, Наталья. Ну, я очень рада, что у меня была сегодня в гостях Лена, что ко мне пришло в пространство женщины, что мы испекли. У нас получился великолепный каравай. Потому что вот я ещё раз хочу напомнить нашим зрительницам, что когда мы начинаем печь хлеб, то всё плохое, мы всё оставляем за порогом нашего дома. Вообще мы всегда за порогом нашего дома. все оставляем всё плохое, не несём в наш дом. А хлеб тем более нужно печь с любовью, с радостью, с песнями, с молитвами, с хорошими пожеланиями. И тогда наш дом наполнится радостью, гармонией, любовью, ароматом свежеиспечённого хлеба. Ну, а я, Елена Андреева, напомню вам, что сегодня в программе пространства женщины мы учились выпекать бездрожжевой хлеб в домашних условиях. И помогла нам в этом мастерица по народной традиционной кукле и хлебопекарь с многолетним стажем Наталья Задонская. Хлеб да соль вам! Редактор субтитров А.Семкин